Ну что, друзья, продолжим занятие по математике. Сейчас дочь начала учиться в институте, первый курс, и в первый же день по математике им говорят про какие-то матрицы. Что такое матрица, откуда они взялись? Она вообще в этом ничего не понимает, и давайте разберемся, что же такое матрица, для чего они нужны. Итак, смотрите. Мы уже знаем, что такое цифры, что есть цифры натуральные, есть цифры натуральные, это целые числа 1, 2, 3, 4, 5, которые можно посчитать, есть числа рациональные, иррациональные мы уже знаем. И мы знаем, что эти числа можно складывать, как-то умножать, и есть простые правила. Давайте мы распишем сейчас простые правила, которые существуют с цифрами, вообще говоря. Ну, например, правила очень простые. Если есть число А, и, например, мы прибавим к этому числу Б, у нас есть правило, по которым мы прибавляем, и вычтем то же самое число Б, то это получится А. То есть, если к чему-то прибавить, что-то потом вычесть, ничего не изменится, правильно? У нас есть операции, скажем, сложения и вычитания. Что такое вычитание? Вычитание это то же самое, что сложение, только наоборот. Мы можем написать, если А равно Б, и к обеим частям прибавить какое-то число, то ничего не изменится, то А плюс С равно Б плюс С для любого С. Правильно? Правильно. И то же самое, что мы можем сказать, что А минус С равно Б минус С. То же самое для любого С. Правильно? Правильно. Ну, это мы уже знаем. То есть, мы можем прибавить и отнять то же самое. То есть, мы знаем какие-то операции, а операции есть плюс и минус. Минус это то же самое, что плюс, только наоборот. А теперь давайте посмотрим. Появляются через какое-то время другие операции. Например, умножение. Умножение. И умножение наоборот, это деление. Давайте посмотрим, что с умножением и с делением. То есть, если А умножить, если А равно Б, то это следует, что обе части уравнения мы можем умножить на какое-то число. Что такое умножение? Это просто много раз сложение. Значит, А умножить на С равно Б умножить на С для любого С, ну, не равного нулю, скажем. Почему не равного нулю? Потому что обратная ситуация и А делить на С равно Б делить на С. То есть, для любого С не равного нулю. Вот. Это мы можем написать. То есть, вот это вот операции. И мы знаем, что есть числа, вот, и мы умеем ими оперировать. Но здесь у чисел есть, скажем, вот она вот тоже операция и те же самые значения. Но давайте подумаем на самом деле, а что же такое матрицы и нафига они нам нужны? Что такое вообще, говоря, числа? Ну, числа – это какие-то объекты, это свойства, это количество каких-то предметов. И вот мы начинаем вести, скажем, свой бизнес. Дочь учится на экономическом и предприниматель. Ёжик! Мы открываем свое дело! Мы будем делать гвозди! Бизнес. Предположим, мы начинаем выпускать какую-то продукцию. И мы начинаем выпускать не только гвозди, но и, скажем, три вида чего-то. Три вида для простоты. То есть, и эти продукты мы назовем следующим образом. Х1, Х2 и Х3. Это продукты. И мы их начинаем выпускать. И мы организовываем склад. Что у нас будет на складе? Как будет у нас организован склад? На складе у нас будет, значит, вот такую вот табличку мы заводим. Здесь Х1, здесь Х2 и здесь Х3. И здесь мы напишем количество на складе. То есть, количество на складе. Ну, для начала у нас будут нули, да? Вот. Потом мы что-то произвели и завезли на склад. Ну, скажем, склад у нас на Wildberries где-то, да? Мы завезли какую-то поставку, сделали на склад. Поставка А1. Н1 равно Н1 умножить на Х1 плюс Н2 умножить на Х2 плюс Н3 умножить на Х3. Правильно? То есть, мы здесь пишем, здесь Н1, здесь Н2, здесь Н3. Потом, значит, мы еще привезли какую-то поставку. И вообще у нас несколько складов может быть, да? Что получается? Что если мы возьмем вот сюда, вот в эту формулу, поставим вместо АВС поставки, то получается, что поставка А1 плюс поставка А2, мы можем складывать их. Складывать как? Ну, Н1 плюс Н1, Н2 плюс Н... Так, поставка какая будет здесь? Н1, Х1, Н2... Поставка А1. Значит, Н1, Н1 будет Н1, Н2, скажем, Н1, Н3, да? Поставка 2 равно... А2 равно Н2, Н2, Н1 умножить на Х1 плюс Н2, Н2 умножить на Х2 плюс Н2, Н3 умножить на Х3. Понимаете, да? И как мы будем складывать эти поставки? Есть правила сложения? Конечно, есть. А1 плюс А2 равно Н1, Н1 плюс Н2 умножить на Х1, ну, очевидно, да? Плюс Н2, Н2 умножить на Х2, ну и плюс Н1, Н3 плюс Н2. А3 умножить на Х3. Это поставка. Теперь мы берем и что делаем? Обратная ситуация поставки – это отгрузка. Значит, отгрузка будет такая. Будет А3 равно отгрузка. Мы отгружаем. Значит, Н3, Н1 умножить на Х1 плюс Н3, Н2 умножить на Х2 плюс Н3, Н3 умножить на Х3. Но погрузка, она отгрузка. Это со знаком минус. Значит, мы можем считать А1 плюс А2 минус А3, потому что А3 – это отгрузка. Ну, соответственно, у нас появились правила. И если мы возьмем, значит, что, вот, скажем, А1 была, значит, ситуация такая-то, да, то у нас получается, например, А1 минус А3 плюс А3, ну, совершенно очевидно, будет равно А1, да? То есть, мы, получается, уже оперируем, чем уже не только цифрами, а уже массивами цифр. То есть, вот это вот массив цифр называется. Это вектор, как бы, да, получается. И теперь давайте вспомним, а что же такая продукция, например, да, наша. А у каждой из этих продукций есть у нас что? Какие-то характеристики. Например, Х1. У этого Х1 есть, скажем, вес, цена, себестоимость, длина, ширина. Длина, что нас интересует, да, высота, ну, длина умножить на ширину, умножить на высоту, объем, ну, можно написать объем, да, цвет, срок годности, время доставки и так далее, и так далее, и так далее. Получается целый массив, то есть, целый массив характеристик. И мы, у нас уже, получается, вот эта табличка, значит, у нас здесь Х1, Х2, это в штуках, да, в штуках, да, но теперь, значит, эти штуки, значит, следующий уровень этой матрицы, то есть, получается, смотрите, таблица, таблица многоуровневая. На следующем уровне у нас вес, на следующем уровне у нас там себестоимость, длина, ширина, высота, и, значит, вот он, массив, то есть, это целый, значит, каждый продукт имеет ряд характеристик, и ряд этих характеристик – это, ну, просто свойства продукта, то есть, мы описываем этот продукт, у продукта есть свойства, это вектор тоже, и мы можем посчитать какую-то поставку. Вот, например, у нас, значит, поставка, мы берем слой, который соответствует весам, и мы считаем, а сколько же нам курьеров, скажем, надо нанять, чтобы доставить вот этот вот продукт просто потребителю, одному потребителю. Ну, мы знаем, что один курьер, например, может унести, там, скажем, 5 килограмм в сумке вмещается, а у нас есть веса, значит, вот нашей продукции X1, X2, X3, они разные, то мы можем просто просуммировать вот эту вот поставку, скажем, и получить вес какой-то поставки, понимаете? Вот, и все-все-все мы можем посчитать, то есть, у нас уже получаются таблицы, а что такое таблицы, вот зачем нам так громоздко писать X1, X2, X3, когда мы можем написать все это в виде таблицы, а таблица – это и есть матрица. Вот, собственно говоря, что такое матрица, и получается, что мы уже начинаем оперировать матрицами, вот этими вот объемами данных, и если подумать, то у нас уже нет цифр, у нас уже есть сплошные матрицы кругом, потому что мы не оперируем какими-то просто единичными цифрами, как неандертальцы, мы уже оперируем массивами данных, и матрицы окружают нас кругом, вообще говоря, у нас нет никаких цифр. Смотрите, мы пока посчитали только вот эти вот, ну, в применении к складам, но есть, пожалуйста, транспортная задача, значит, из пункта А выехал, значит, один автомобиль с такой-то скоростью едет, другой с другой, нам надо сказать, надо, чтобы они встретились, перегрузили друг от друга и повезли, значит, дальше в другие места, этот пошел, поехал дальше, а мы поехали сюда. Когда они встретятся? Есть у автомобиля скорость линейная, да? В1 умножить на Т1, плюс, скажем, расстояние, с которого он начал, там, С нулевое, и, значит, это расстояние, которое проходит С, вот, Х первый автомобиль, и второй автомобиль, С1 равно, значит, тоже С от Х, В2 умножить на Т2 плюс С2, здесь плюс С1. И вот мы решаем эту задачу, когда эти автомобили пересекутся, здесь, смотрите, есть у нас, какие переменные, скорость и время, и мы тоже можем их складывать, расстояние с расстояниями, время с временем, и мы можем решить эту задачу. Это, получается, задача, система линейных уравнений, и здесь мы тоже можем посчитать коэффициенты. Ну, вообще говоря, что такое линейное уравнение? Это АХ плюс Б, вернее, А1Х плюс Б1, ну, АХ плюс Б равно Ф от Х, Ф1 от Х, и, значит, БХ плюс С равно Ф2 от Х. Когда они пересекутся? Ну, когда Ф1 равно Ф2, правильно? Вот точка. И вот у нас есть коэффициенты, опять же, да? Мы можем их рассчитать А, Б, С, А, Д здесь, да? Д. Вот у нас получается матрица. Когда у нас они пересекутся? Когда прямые у нас не параллельны. Вот он, отрезок времени, здесь они пересекутся. Что это значит? Это значит, что, ну, во-первых, они должны быть не параллельны, во-вторых, ну, например, если одна машина догоняет другую, но та, которую догоняют первая, едет с большей скоростью, они никогда не встретятся, потому что им надо в прошлое идти. Ну, вот такие простые задачки мы решаем, и вот она матрица. Как посчитать, параллельны они или нет? Ну, получается уже детерминанту матрицы. Дальше получаются какие-то свойства матрицы. Мы можем уже изучать свойства матрицы. Вот здесь тоже матрицы используются. Теперь дальше смотрите, что такое, скажем, слова наши, буквы, цифры. Что такое? Человечество сначала научилось говорить что-то. Ну, как все это передать на расстояние? Каким образом? Они научились выделять слова. Но слова тоже как-то, ну, это иероглифы были раньше. Потом люди догадались, что слова можно разбить на звуки, и звуки записывать в виде каких-то букв, обозначений. Буквы, вот, то есть, люди научились, вот, нечто большое разбивать на какие-то маленькие кусочки, на буквы. И буквы – это маленькая самая единица информации. И буквы тоже можно складывать в слова. Люди научились складывать буквы в слова и передавать их, ну, на бумаге в виде текста, в виде книг. И это дало огромнейший толчок к развитию. Ну, а что еще можно в виде матрицы записать? И это тоже матрица, как бы, потому что любой текст – это тоже матрица, которая, значит, там у нас сколько? Алфавит. Вот здесь вот алфавит, а значит, дальше идет массив из букв какой-то, который мы можем прочитать. Что у нас идет дальше? А дальше у нас идет, ну, скажем, мы научились передавать слова, записывать, а звуки, а изображения. Каким образом? Берем изображение, вот есть у нас какое-то изображение, смотрите, вот есть у нас изображение. Вот здесь что-то нарисовано, да? Вот, речка, там какие-то деревья. Давайте мы разобьем это изображение на квадратики. Вот. И каждому квадратику присвоим значение его яркости. И получится, что если мы передадим это значение яркости куда-то, там распечатаем, то получается у нас там же изображение. Если кто есть, смотрит меня в старшем возрасте, помнит, что раньше, когда только появились АЦПУ, принтеры, вот эти ЭВМ, висели такие картины, значит, там Джоконда, и, значит, в виде распечатано просто элементами этого изображения были буквы, потому что, ну, каждая буква это вот, ну, какой-то, значит, яркость. Но буквы это как бы вот такие вот квадратики, да? Были вот, такая простыня висела. Ну, а потом, значит, а давайте мы уменьшим эти квадратики. Квадратиков будет, ну, больше. То есть будет разрешение выше. Какое будет разрешение? Сколько-то точек на дюйм. То есть DPI. DPI – dots per inch. Мы уже знаем, что такое дюйм и знаем, что такое точки. И каждой точке мы присвоим свое значение. Можем присвоить? Можем. Что получается? Что изображение – это всего лишь набор точек. То есть это такая матрица, в которой точечки, и каждая точечка имеет какую-то градацию яркости. Сколько градаций яркости может быть? Ну, у нас двоичная система, поэтому принято, что 256 градаций яркости. Но это только один цвет, это черно-белое изображение. А как передать цветное изображение? Пожалуйста. Получается, что каждой точке мы присваиваем... Ну, люди научились, значит, начали смотреть химию какую-то, и они обнаружили, что какие-то вещества излучают разный цвет, и обнаружилось, что какое-то вещество очень хорошо излучает там красный спектр, второе – зеленый, третье – синий. Получилось red, green, blue. И вот такие вот полупроводники есть, которые это излучают. А давайте-ка мы при помощи вот этих вот red, green, blue будем передавать информацию. То есть у нас будет столько-то параметров, столько-то red, столько-то green, столько-то blue. И поэтому, значит, разбивают опять те же самые, тот же самый рисунок на количество линий уже, так сказать, или там точечек, вот сеточек, и каждой точечке три значения. Red, green, blue, пожалуйста. Вот, и у нас уже целая матрица для изображения. Мы можем складывать эти изображения точно так же, мы можем как-то их увеличивать, уменьшать яркость. То есть мы пропорционально просто увеличим red, green, blue, и все. Получается, яркость мы можем увеличивать. И это все можно запрограммировать. Для чего все эти матрицы? Потому что все это можно запрограммировать. Можно поручить это тупым компьютерам, тупым, значит, вот этим устройствам, которые будут все это делать, пожалуйста, в виде графического процессора. Теперь дальше. Ну, а дальше, смотрите, а дальше есть, например, какая-то функция, какая-то зависимость. Вот такая вот кривулина какая-то вот есть. Вот такая вот кривулина, да? И нам надо передать вот эту кривулину куда-то. Вот, или там представить ее в виде куда-то. Ну, как ты ее представишь? Ну, в виде изображения это неинтересно. Что такое функция? Функция – это взаимно однозначное соответствие между точкой на оси абсцисс и точкой на оси ординат. Причем каждой точке на оси х, на оси абсцисс, соответствует одна и только одна точка по у. Вот, то есть, f от х. Есть функция. Как нам ее передать? Ну, черт ее знает, как ее передать. А давайте посмотрим, какие функции мы знаем. Есть элементарные функции какие-то. Давайте мы ее разложим в виде элементарных функций. a1 умножить на f1 плюс a2 умножить на f2 плюс a3 умножить на f3. Смотрите, вот они получаются коэффициенты. Что такое f1, f2, f3? Ну, например, значит, если мы решим разбить эту функцию в виде полинома, то получается у нас что? У нас a1 умножаем на х в нулевой степени, то есть это единицы, плюс a2 умножить на х в первой степени, плюс a3 умножить на х в квадрате, плюс a4 умножить на х в кубе. Ну, откуда берутся вот эти вот значения? Ну, смотрите, вот эту функцию, если мы захотим передать вот эту функцию, вот на таком промежутке, то мы можем очень грубо ее представить следующим образом. В виде прямой, да, прямой приблизительно. Но если мы, значит, что такое прямая? Это a х плюс b, правильно? Вот она, вот это вот расстояние, это будет b, соответственно, а а это тангенс вот этого угла. Значит, вот мы можем посчитать тангенс этого угла, это будет а. Ну, естественно, вот это вот синус альфа, а это косинус альфа. Синус альфа поделить на косинус альфа, это есть тангенс, это и есть вот f1. Ну, это очень грубое предположение. Здесь у нас оно на самом деле как-то изгибается, поэтому лучше, значит, мы сможем представить. Вот, например, на этом промежутке вот здесь, ну, парабола. Мы знаем, что парабола имеет вид вот такой или вот такой. То есть мы можем прибавить сюда параболу, да? Но здесь, в общем-то, нет параболы. Здесь есть какой-то изгиб, а даже два изгиба, смотрите. Вот он, вот он, вот он. Значит, получается, что у нас парабола-то отсутствует, вот эта вещь отсутствует, а присутствует плюс а5 умножить на х в пятой степени. И мы можем подобрать такие параметры, которые соответствуют вот этой функции. Это уже будет х в пятой степени. И она будет достаточно точно передавать эту функцию, например, да? То есть вот, пожалуйста, и мы уже можем послать куда-то матрицу следующую. Значит, у нас будет в матрице вектор а1, а2, а3, а4, а5. И вот она матрица, здесь будут эти коэффициенты. Ну, мы подразумеваем, что вот это вот число мы умножаем на х нулевое, это умножаем на х первое, это х второй, х третий, х четвертой степени. Все, мы передали эту функцию куда-то, получилась матрица. Получилась вместо какой-то сложной функции, которую трудно описать, это аналоговая функция, мы ее описали в виде суммы степенной функции. И мы будем дальше это использовать, потому что, ну, мы сможем рассчитать вот все эти коэффициенты. Но, это очень легко, кстати, сделается. Теперь дальше. А дальше, например, звук. Как передать звук? Звук это вообще чистота, если вы посмотрите, звук это вообще полный кошмар, да? Но на самом деле, давайте мы разобьем звук точно так же, как и изображение на какие-то отрезочки. Что такое звук? Звук это сумма колебаний. Колебаний. А что такое колебания? Колебания это, скажем, можно представить, простейшее колебание какое? Это А умножить на синус Х плюс... Так, А умножить на синус. Синус Фи называется вот это вот. Да, собственно говоря, все. Вот простейшее колебание. Что такое простейшее колебание? Вот, смотрите, у этого колебания есть амплитуда А, и есть Фи, это частота. Мы берем, разбиваем весь отрезок спектра на разные частоты, и получается, что наш звук можно передать как сумму вот этих вот чисел. Наш звук Ф от Х, любой, можно передать А1, амплитуда, вот на данной частоте. То есть мы разбиваем по частотам. Умножить на, скажем, синус, там, Фи1 плюс А2 умножить на синус Фи2 и так далее. То есть разные-разные частоты. Мы разбили наш звук на разные частоты, и получается, вот он спектр. Откуда взялись вот эти частоты? Откуда взялись эти колебания? Да потому что у нас все, вообще говоря, можно разбить на колебания. И была доказана теория функций комплексного переменного, что если вот функцию разбивать не в виде полиномов, как было принято раньше, не в виде степенных рядов, а в виде вот суммы колебаний каких-то, то это самое быстрое приближение. Что такое самое быстрое приближение, мы потом поймем, но факт остается фактом. Здесь у нас получается матрица, в которой стоят два значения. А это амплитуда соответствующая и частота. То есть мы разбили частота, низкие частоты, высокие частоты и так далее, и мы можем передать этот звук в виде уже матрицы соответствующей. Мы можем складывать эти звуки, мы можем умножать их, то есть усиливать их, уменьшать, и мы можем передавать звуки. То есть вообще говоря, нету цифр, есть только матрицы, есть только векторы. Вектор это просто ряд цифр, а когда это целый массив цифр, это получается матрица, это многоэтажный вектор получается. Поэтому матрицы кругом, поэтому мы всегда будем использовать матрицы. Еще раз посмотрите, вот товар, да, вот товар, у товара есть свойства, это вектор свойств, это целые классы, и мы будем складывать классы, то есть данные, они очень структурированы здесь. Вес, цена, себестоимость, наценка, конечно же, потому что мы будем стремиться, например, оптимизировать нашу прибыль. Потом расходы на доставку какие-то, да, потому что бензин там, да, если мы в космос поставляем наш товар, то, пожалуйста, или из космоса, у нас будут расходы на транспортировку, и они будут зависеть от чего? Ну, от длины, ширины, высоты, от массы. То есть вот, пожалуйста, у нас для расчетов постоянно будут использоваться какие-то свойства, и этих свойств будет вот в зависимости от поставок, значит, вот такие штуки. То есть мы всегда будем оперировать массивами данных, а массивы данных это и есть матрицы, вот откуда они взялись, и поэтому надо использовать матрицы, и поэтому мы всегда будем использовать матричное исчисление, и в предпринимательстве это и в экономике особенно актуально. Транспортная задача, то есть, смотрите, тот же Wildberries, да, у него есть куча пунктов выдачи, и в каждый пункт выдачи, ну, люди делают заказ, они говорят, вот в такой-то пункт выдачи я хочу вот это, вот это, вот это. Этот пункт выдачи суммирует, значит, получается, хопа, вектор поставки. Векторы поставки, значит, суммируются, значит, в какой-то город, в какой-то, значит, в каком-то городе есть количество пунктов выдачи, вот эти пункты выдачи формируются коробки, На коробке, значит, штрих-код стоит, значит, здесь выгрузить вот по такому-то адресу. Дальше они загружают это в машину, в машине, значит, есть план раскладки по машине, значит, там, и маршрут соответствующий. То есть, маршрут сделан для того, чтобы сэкономить время и топливо, вот, и когда на разгрузке, чтобы человек не искал, он уже знает точно, что вот он приехал, у него первый прямо по счету вот эта вот коробка или контейнер, это находится для этого пункта. Он останавливается, тормозит, значит, выбрасывает эту коробку, значит, говорит, вот, распишись, ты получил, получил, все, значит, я поехал дальше. Все, дальше уже эта поставка, а там, так сказать, хрен, хреново туча товара в этой поставке, уже человек распаковывает на месте и так далее. То есть, всюду, всюду, всюду у нас матрицы, 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 логистика, это матрицы, транспортная задача, это матрицы, поэтому без матрицы вы никуда. Вот, ну, я надеюсь, что я объяснил, что такое матрицы и для чего они нужны, ну, а дальше мы продолжим в соответствии с учебным планом. До встречи, с вами был Деменков Юрий.